Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книги священного писания «Бытие» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Сладков Андрей Иванович, декан миссионерского факультета. Мы с вами рассмотрели на прошлом занятии 41 главу, которая заканчивается следующими стихами. 57 стих. «Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». И 42 глава, которую мы с вами сегодня рассмотрим. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Десять братьев Иосифовы пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилю покупать хлеб вместе с другими пришельцами, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в той земле, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их. И говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли, а они сказали с земли Ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но не узнавали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы, соглядатые, вы пришли высмотреть наготу, то есть слабые места земли сей. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи, но мы все дети одного человека, мы люди честные, и рабы твои не бывали соглядаторами. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали, на раз рабов твоих двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим одного не стало. И сказал им Иосиф, это самое я говорил и вам сказав, вы соглядатые. Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда младший брат ваш. Пошлите одного из вас, пусть он придет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас или нет. То клянусь жизнью фараона, что вы соглядатели. И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены. Вы пойдете, отвезете хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали, и говорили они друг другу, точно мы наказываемся за хрех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали за то, и постигло нас горе сие. Рувим, как старший, отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите. Бровь его взыскивается. «А того не знали они, что Иосиф понимает его, между ними был переводчик, и отошел от них, и заплакал, и возвратился к ним, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их, и приказал Иосиф наполнить мешки хлебом и серебром, и отправил их». То есть, вот такое повествование здесь, даже настолько здесь все события, они яркие и понятные, что когда читаешь текст, не хочется даже отрываться. То есть, события идут одни за другими, нет никаких, в общем-то, таких особых иносказаний, но они так или иначе служат уроком для нас и нашей жизни. Мы видим, что голод усилился, и вот Иаков, как было сказано с первого стиха, тоже посылает своих сыновей, но, как мы видим, Иаков не отправляет Вениамина. Почему он не отправляет Вениамина? Он так и говорит, что Вениамина отставьте со мной, потому что один уже от его жены, от Рахили, которую он любил, за которую он служил, как мы помним, он считает, что он погибший, то есть Иосиф. Ведь мы помним эти события, когда братья бросили его в ров, принесли эту окровавленную одежду, вымазав кровью козленка, и сказали, вот дикий зверь разорвал его. Поэтому Иосиф теперь, как зеницу ока, хранит своего младшего любимого сына Вениамина. Вениамина оставляет с собой. И вот вся эта делегация из братьев, как мы видим, десяти братьев, а всего их было двенадцать вместе с Иосифом, они идут, оставив Вениамина в доме отца своего. Приходят, Иосиф их узнает, но он требует от них, чтобы они привели ему Вениамина, поступает с ними жестко, вспоминает, как мы видим, сны, которые ему снились. Помните, когда он был сноп, а вокруг него остальные снопы поклонились ему, и тогда он сказал, когда ему еще было семнадцать лет, что вы поклонитесь мне. Но они не поверили, и не поверили ему, позавидовали, поиздевались над ним. Снова и снова здесь мы видим прообраз Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он пришел в этот мир, кормил людей, исцелял от проказы и воскрешал мертвых. Что сделали с ним люди? Как сказано, пришел к своим, и свои его не приняли. Не только изгнали, не только продали, но еще и распяли. Все это происходило и с Иосифом. Иосиф видел и понял, как мы с вами прочитали, что это его братья, узнал их, своих братьев, но они его не узнали. По виду он уже изменился, он не был как похож на прежнего израильтянина. Теперь он был в одеждах египетских. Как сказано, в Египте было положено истричься, он был остриженный. И вот он предстал перед ними и поступал с ними жестоко. Видите, он обвиняет их, говорит, нет, вы саглядаты. И они ему снова оправдываются. И трижды он говорит, нет, вы саглядаты. Он добивается только одного, чтобы они привели к нему младшего брата. Он уже сомневается, если с ним так поступили жестоко, потому что это были сыновья Лии, а он и Иосиф, и Вениамин были сыновья Рахили. Поэтому он уже сомневается, как бы жив ли вообще его родной брат, единоутробный брат. И поэтому он говорит, если вы не приведете его, вот я беру в залог, оставляю себе Симеона, а вы идите и приведите брата моего младшего. Вот вам, говорит, хлеб, вот вам серебро, еще и серебро в мешки вложил. И им ничего не остается делать, как идти за своим младшим братом. Здесь отцы церкви видят множество также прообразов, что Иосиф поступал так с братьями своими не по жестокосердию, не потому что хотел им отомстить, а как бы призывал их к раскаянию. Вот, например, пишет тот же Амбросий Медиаланский так, цитата, «Поскольку Иосиф знал, что без глубокого раскаяния не простится братьям грех убийства, то и раз, и два, и три он подвергает их целительным терзаниям, то есть трижды, спрашивает, словно духовному огню. Он не ставит цели отомстить за себя, но хотел помочь им исправиться и освободиться от столь тяжкого греха». Конец цитаты. И также святитель Анзлатоуст пишет, как проверка, тут он так и заглавливает, как проверка на братолюбие. Действительно ли они любят брата? Цитата. «Смотрите, как он все делает для того, чтобы привести их в страх, чтобы они увидели узы Симеона, то есть, как мы помним, он приводит Симеон, и связывает у них его на глазах. Ясно, продолжает святитель Анзлатоуст, ясно проявил себя в том отношении, имеет ли какое-нибудь сожаление, а не о брате. Вот сейчас он вяжет. Или они настолько уже жестоки, что они его продали, им все равно, что сделают с их родным уже, единоутробным братом. Так и пишет святитель Анзлатоуст. Смотрите, вот еще раз цитата. «Смотри, как он все делает для того, чтобы привести их в страх, чтобы они увидели узы Симеона, ясно проявили себя в том отношении, имеют ли они какое-либо сожаление о брате, все это он делает, испытывая их мысли, желая узнать, не были ли они такими же и с Вениамином, как с ним. Потому он и приказывает связать на их глазах Симеона, чтобы их вполне испытать и увидеть, окажут ли они сколько-нибудь любви к нему. сожалея о Симеоне, они должны были ускорить прибытие Вениамина, чего и хотел Иосиф, чтобы свидание с братом совершенно успокоиться». «Чтобы свидание с братом совершенно успокоиться». Конец цитата, что он жив. Итак, мы видим и дальше читаем, что «как он им сказал, так они и сделали, и приказал Иосиф наполнить 25 стих мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу». То есть мы видим, он возвращает им и хлеб, и серебро. Хлеб и серебро. О Христе в Священном Писании сказано, что он хлеб жизни. «Но его Иуда продал за серебреники». Здесь такой яркий прообраз, что хлеб жизни продается за серебро. Очень люди часто ищут хлеба, но Христос говорит, «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Своим действием Иосиф показывает, что ни этого хлеба и ни этого серебра надо искать, поэтому возвращает им и то, и другое. «Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам». Часто мы ищем прежде приложение, все остальное, а потом думаем, «Ну, может быть, Царствие Небесное как-нибудь само собой приложится, и удастся нам проскочить, и быть гражданами на страшном суде, проскочить и стать гражданами Царства Христова». Этого не произойдет, если мы будем всеми мыслями и всеми чувствами искать здесь, на земле, только лишь хлеба, хлеба для чрева. А пророк Амос, например, говорит о том, что наступят такие дни, восьмая глава, одиннадцатый стих, когда люди будут искать не хлеба и пищи, и ни во что одеться, и ни во что обуться, а будут искать чистого, неповрежденного Слова Божия, и не найдут его. Потому как Христос предсказывает, что в последние дни явятся лжехристы, и лжепророки дадут великие знамения, так что прельстят даже избранных. Сам сатана, как сказано, явится в виде света, и скажет так, «Христос принес вам спасение, а я приношу вам удовольствие и благополучие». Что же плохого? И то, и другое. Но Христос говорит о том, невозможно служить Богу и Мамоне. Нельзя служить Богу и Мамоне одновременно. И вот пророк Амос, в 8 главе 11 стих, так и пишет, «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Действительно, Христос так о себе и говорит, «Кто жаждет, иди ко мне, ибо я источник воды живой». Братья ищут здесь хлеба. Они не ищут Иосифа, о котором они прекрасно знали, что они его продали. Они даже не интересуются, не знают, что тут караван шел в Египет. Но ни слова мы здесь не находим, чтобы они там спросили, а не жив ли он. Потому что они боятся, они боятся ответственности за то преступление, которое они совершили. И страх их, к сожалению, не ведет к покаянию, потому что в нем нет страха Божия. А о страхе Божьем сказано, начало премудрости, есть страх Господень. Они свой поступок совершили, не боясь Бога, и не вспоминали, что Бог видит все. Они думали утаить свои грехи. Многие люди сегодня так же, согрешая, думают, что от Бога можно что-то скрыть. Но апсалмопевец Давид говорит о том, «Сойду я в преисподнюю и там, куда бы я ни сошел в преисподнюю, до неба поднялся везде ты. Бог вездесущ, всемогущ, всезнающий и всеведущий. От Бога ничего невозможно скрыть». И далее мы видим, что так и сказал своим братьям, «Серебро мое возвращено». Да, и открыли они один из мешков, прежде 27 стих, когда уже возвратились в дом свой, чтобы дать корм ослу своему, по дороге еще идут, на ночлеге, и увидел ли серебро свое в отверстие мешка его. И сказали своим братьям, «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг друга говорили, что это Бог сделал с нами. И пришли к Акву отцу своему в землю ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними. «И начальствующий над той землею говорил с нами сурово и принял нас за Саглядатаев, то есть за разведчиков земли той. И сказали мы ему, мы люди честные и так далее. Они пересказывают весь разговор и говорят, что и он нам зачем-то вернул то, чем мы ему заплатили». Мы уже сказали об этом отчасти. То есть он возвращает то и показывает, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божьим из уст исходящих. Он возвращает ему хлеб, Иосиф и серебро. Интересно по этому поводу Амрусим Диаланский тот же пишет, цитата, «Итак хлеб есть, существование которого никто раньше не верил. Именно этот хлеб торговали патриархи. Они принесли с собой серебро, но добрый Иосиф дал им хлеба и возвратил серебро». В самом деле, продолжает свидетель Амрусима, Амрусим Диаланский, «Христос покупается не за деньги, а за благодать. Твоя плата — это вера, которой приобретаются божественные таинства. И везет это зерно тот осел, который раньше был нечистым по закону, но теперь уже очищен благодатью». И слово «благодать» он ставит с большой буквы. Конец статы. То есть мы видим, что Христос покупается не за деньги. Мы не можем заработать своего спасения. Сказано, что такое наша праведность. Она как запачканная одежда. Спасаемся мы верой во Христа. А что же наши дела? Дела — это как плоды нашей веры. То есть, как сказано, по плодам их узнайте их. Можно увидеть, какие человек делает дела, такова его и вера. Потому что вера делами, как сказано, достигает совершенства, но вера также — это и плод. Нельзя спастись просто делая добро. Не спасается человек гуманистическим манифестом. Человек спасается исполнением заповедь Божией. Исполнение заповедь Божией подкрепляется вера человека. Поэтому и сказано, по плодам их узнаете их. Без веры Богу угодить невозможно. Хочу предупредить, что вера — это не просто, как многие сегодня думают, «сижу я дома и как-то там верю себе в душе». Вера имеет свое содержание. Это содержание изложено в исповедании веры. Исповедание веры во всей полноте записано в символе веры, то есть в кредо веры. Верую во единого Бога Отца, в Сидержителя Творца, небо земли, видим, всем и невидим и так далее. То есть вера имеет свое содержание. Это не абстрактное, аморфное, какое-то чувственное понимание, неуловимое. Ну вот я как-то там верю. Это скорее такой романтизм какой-то или психологический экстаз. Человек, который заявляет, что я как-то верю в душе. Напоминаю, что душа трехсоставна. Ум, чувство и воля. Поэтому, когда человек заявляет, что я верю всей душою, он говорит примерно так, согласно православной антропологии или психологии учения о душе. Что он всегда думает о Боге, всегда чувствует Бога и всегда творит его святую волю. Ум, чувство и воля. Вера в душе. Поэтому, так и говорит здесь Амбросий Медиаланский, в самом деле, Христос покупается не за деньги, то есть, мы не можем никак заработать себе спасение, но по благодати. Все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Он нам дал залог жизни вечной. Залог это то, что нам необходимо приумножить. И далее мы видим, что они говорят отцу, Ирувим сказал отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его. То есть, они просят, чтобы Вениамин пошел как свидетельство, потому как господин той страны, Иосиф, которого не узнали, сказал, что если не приведете младшего, то Симеон там погибнет. И они начинают уговаривать своего отца, Ирувим даже говорит, как старший отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, то есть, его детей, говорит Иаку, отдай его нам на руки, я возвращу его тебе. То есть, они клянутся, что возвратится. И далее он сказал, не пойдет сын, не хочет отдавать с вами, потому что брат его умер, и он один остался, если случится с ним несчастье, на пути, в котором вы пойдете, то сведете вы седину мою в печалью во гроб. Так заканчивается эта глава, 38 стихом. Преподобный Ефрем Сирин пишет по этому поводу, говорит о том, что здесь у Иакова было действительно скорбь и опасение за своего сына, за Вениамина. Вот как он пишет, цитата. Когда снабженные путевыми запасами братья Иосифа возвратились домой, тогда они пересказали отцу о несчастье, которое их постигло во время путешествия, а именно, что они были осмеяны египтянами, были заподозрены в соглядательстве и подверглись унижениям. И не иначе могут избавиться от этого, как представив туда Вениамина. Пока же одни братья рассказывали об этом Иакову, другие начали развязывать мешки, и каждый в мешке нашел свое серебро. Иаков скорбел о том, что их постигло особенно же Осиминеоне, который был заключен в вузу, но в то же время, как сыновья ежедневно умоляли его отпустить с Вениамином, Иаков опасался, чтобы его не постигло то же, что постигло его брата. Не склонялся на их просьбу. Вот такая история рассказывается в 42 главе. Достаточно поучительно для нас. Снова и снова повторю эти слова, которые можно срезюмировать из 42 главы, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом Божиим из уст его исходящим. Иаков нередко нередко застал в 42 главе. Продолжение следует...